Я давно не выходила эфир, но вот сегодня я прям почувствовала, что мне очень хочется выйти в прямой эфир, поговорить с вами, потому что, наверное, вы заметили, что мой блог немножко поменялся. И если раньше я говорила про причины лишнего веса, связанные только с физиологией, то есть я очень много говорила про витамины, про питание, про наши дефициты, про анализы, то сегодня мне хочется с вами поговорить про такие неочевидные причины лишнего веса и переедания, и я уверена, что именно сегодня вы узнаете очень много интересного. Если у вас есть лишний вес, если вы постоянно сидите на каких-то диетах, боретесь с собой, думаете, что у вас нет силы воли, то этот эфир будет точно для вас интересен. В конце эфира я приготовила для вас очень классный подарок, это не какая-то отписочка, не какой-то там мелкий гайд, который, в принципе, вы на следующий день выкинете, а полноценная такая методичка, я бы даже сказала, по комплексному подходу, поэтому если останетесь до конца, расскажу, как получить мой классный подарок. Ну и в целом, я думаю, что мы сегодня с вами классно проведем время, пообщаемся. Ну, я реально очень заряженная, поэтому мне сегодня прям так кайфово проводить с вами эфир, я надеюсь, что вам тоже со мной. В процессе эфира можете прям писать какие-то комментарии, оставлять, я с удовольствием на них отвечу, если будете смотреть записи, тоже прям оставляйте комменты, если что-то непонятно, с чем-то не согласны, тоже пишите, я всегда за правду, так говорится, правду матку. Итак, мы сегодня с вами говорим про неочевидные причины лишнего веса, очень часто, да, я говорила как раз-таки про физиологию, и сегодня говорим немножко про психологию. Причем, смотрите, я буду прям на примерах, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Не просто так какую-то воду лью, а конкретно на примерах своих клиентов, с чем они приходили, какой у них был запрос, какова была у них причина лишнего веса. И если вы будете отмечать, что это вам близко, это вам знакомо, и это очень похоже на вас, тоже можете писать, это про меня, да, в конце эфира будет классно, если вы напишите, что вы с собой уносите, что вы с собой берете, это тоже будет очень здорово. Итак, смотрите, у нас на самом деле лишний вес зависит от чего? Как я уже сказала, дефициты, анализы надо обязательно сдавать, витамины нужно пить, правильно питаться. Но бывает такое, что вот вы работаете с нутрициологом, у меня тоже много таких клиентов было, когда я с ними работаю, они получили рацион, получили добавки, но ничего при этом не делают. Их жизнь вообще никак не меняется. Почему? И здесь есть очень много проблем и много очень причин. И первая причина, которую я хочу с вами разобрать, это страх перед какими-то различными ситуациями, которые были вызваны каким-то негативным опытом в прошлом. То есть смотрите, у вас в прошлом был какой-то свой негативный опыт, который вы поймали, сейчас будет все понятно, я на примере расскажу. И когда мы сталкиваемся с каким-то негативом в нашей жизни, у нас происходит такой зажим, да, зажим, какой-то блок, он капсулируется в нашем теле, и никак эта энергия не может выйти, она не может высвободиться. Я сейчас расскажу на примере, чтобы вам было понятно. У меня была недавно девушка, у которой лишний вес вот прям с самого детства. Она мне так и сказала, сколько я себя помню, у меня всегда был лишний вес. Причем прям со школы у меня был этот лишний вес и так далее, да. И она говорит, ну, наверное, генетика. Безусловно, я всегда говорю о том, что генетика – это важная штука. Но у меня сейчас вес, я даже не взвешиваюсь, ну, где-то 53, может быть, 54, я даже точно не знаю, какой у меня. Но у меня по генетике есть риски ожирения и сахарного диабета. Я сдавала свою генетику, я знаю, на 100% у меня есть, но при этом у меня нормальный вес. Почему так происходит, да, почему, казалось бы? Потому что есть генетика, есть эпигенетика, это то, что влияет на нашу генетику. Но у девушки была проблема в другом. Смотрите, она жила с бабушкой очень долгое время, жила с бабушкой. И бабушка у нее была не такая, которая кормила ее пирожками. Ай, на, девочка моя, на, пирожки, да, и от этого у нее лишний вес. А у нее была такая бабушка, которая, вот она идет гулять, а бабушка ей говорит, ты только там ничего не ешь, ты только никому в гости не ходи, не заходи, не ешь. Более того, бабушка у нее прям ограничивала девочку в еде. То есть она ей говорила, так, хватит, ты уже поела. Прям знаете как, прям тарелку забирала. Говорила, прям вот, не ешь много. Отбирала у нее еду, понимаете? И тогда именно у этой девочки произошла такая обида. Как это? У меня еду отнимают. Она это сейчас, а в взрослой жизни она не осознает. Это все раскрылось вот на диагностике, которую мы с ней сегодня проводили. И я почувствовала, что что-то не так. Мы с ней раскопали, что это от бабушки. Она мне сама рассказала, то есть ее подсознание эту историю выдало. Что да, действительно была такая ситуация. И сейчас девушка переедает. То есть знаете, какой у нее тип переедания? Такое, что она говорит, вот я уже наелась, у меня уже просто живот болит. Я вот, ну все, я не могу есть, у меня такая тяжесть, а я все равно ем. Почему так происходит? Потому что когда-то у нее отбирали еду. И сейчас для нее, если вдруг она не доест все, что есть, у нее могут это отобрать. Понимаете? То есть у нее такой зажим и блок, что могут еду отобрать. И она, понятное дело, что осознанно, она понимает, ну кто, блин, у меня еду отберет. Более того, у нее был такой случай, она говорит, я вообще терпеть не могу. Вот я сижу, например, что-то ем, а муж там либо в пачку с чипсами лезет, а меня, говорит, аж передергивает. То есть понимаете, до какой степени был этот, вот это вот вообще, вот этот затык с детства, что она даже вот не может себе представить, что нормально муж может взять там у тебя чипсинку, да, съел и все. А ее аж передергивать, насколько ей не хочется делиться своей едой, что у нее ее отнимут. Представляете? Или еще была история одной клиентки. Мы с ней докопались до того, что, опять-таки, да, у бабушки, опять-таки, здесь бабушка фигурирует, да, хоть и бабушки. У нее бабушка, она участвовала в военных действиях. То есть была, сейчас скажу, как это называлось, да, когда вот Питер закрыли, может меня поправить, у меня сейчас слова вылетают, вот, когда нечего было вообще есть. И мы с ней тоже докопались, мы с ней с помощью кинезиологического теста все это докопали, докопались, что у нее действительно родовая программа от бабушки. То есть, когда бабушка во время военных действий, там был жуткий голод, то есть голодовка, да, не то, что бабушка у нее еду отнимала, нет, она даже бабушку свою, можно сказать, не видела. Но бабушка была без еды, и у бабушки была такая программа, что если я сейчас этот кусок хлеба не съем, то я потом умру. То есть, понимаете, и девушка вот эту вот родовую программу унесла от своей бабушки, присвоила ее себе, и сейчас во взрослом возрасте она говорит, я не понимаю, что со мной происходит. Я приезжаю, например, на какое-то мероприятие, там фуршет, я дома поужинала, но я все равно готова прям все это съесть, прям все сожрать. То есть, у нее получается, что она от бабушки унесла эту родовую программу, и сейчас ей обязательно нужно съесть, потому что еда для нее – это жизнь. И если она не поест, то она умрет. Страх смерти. И когда мы с ней это раскопали и проработали, она на следующий день, знаете, что мне написала? Вот, кстати, у меня есть там где-то в отзывах сохраненных, она мне просто написала, что, Надь, ты не поверишь, но я первый раз в жизни вылезла из-за стола, и я недоела все, что на нем лежало. То есть, я наелась, почувствовала это чувство сытости и спокойно вот с этим пошла. То есть, вот эти вот наши прошлые какие-то страхи, причем, которые были конкретно у нас, как в первом случае, да, с девушкой, страх, что у тебя отнимут еду, или какие-то страхи наших даже предков, там, наших родителей, наших бабушек, все это может передаваться нам, и все это мы можем нести, и даже вот из-за этого банально может быть лишний вес. Это чаще всего бывает, когда вот вы прям едите, вот вы уже наелись, все, до отвалу, прям вот не можете, и все равно продолжайте есть. Вот если у кого-то такое было, поставьте плюсик в комментариях, чтобы я видела. Что еще может быть, с чем еще может быть с таким неочевидным связан лишний вес, если мы говорим про психологию, психологические проблемы. Лишний вес как защита от какого-то негатива. Ну, в принципе, да, лишний вес – это как защита, как такой панцирь, как такой щит, я бы сказала. То есть мы себя защищаем от чего-то. Защита от негатива, либо от того, с чем вы не согласны, либо от какого-то человека. Сейчас тоже расскажу на конкретном примере. Это все примеры, кстати, не какие-то выдуманные, не какие-то вымышленные. Это конкретные примеры моих клиентов. Простой пример. Например, вы живете, допустим, с мужем, и он вас, ну так, немножко подбешивает. По разным причинам, может быть. Неважно, там, даже не обязательно, чтобы он там бухал, там, или был каким-то вообще никудышным. Он может просто там до вас не дотягиваться. Например, у меня был такой пример, когда клиентка говорит, вот я развиваюсь, я расту, а вот муж как будто ничего не делает, вот как будто не дотягивает до меня. Хотя при этом я не хочу с ним разводиться, он нормальный абсолютно человек, он меня устраивает, ну вот что-то подбешивает. Или был такой пример, когда клиентка жила со свекровью. И, ну, соответственно, муж, она и свекровь. И эта свекровь, знаете, как заноза в одном месте, она постоянно что-то зузузузудила, что-то там сыночку своему хороший, сыночек, а вот сноха как-то вот на дальний план. Вот я главная, я важная. Ну и понимаете, да, вы как жена своего мужчины, вас, ну, не может это не раздражать. Естественно, вы раздражаетесь, вас это бесит, вас это раздражает. И, конечно, проще сказать, да, такому человеку, ну, чё ты, чё ты паришься? Ну, типа, разведись с мужем там или уйди от свекрови. Но очень часто бывают такие ситуации, когда вы не хотите разводиться с мужем, например. У вас нет вариантов, чтобы переехать от свекрови, потому что муж вам сказал, нет. Нет, мама там, ну, по разным причинам, да, мама там пожилая, она будет жить с нами. Всё, это точка. И вам что делать? Либо с мужем разводиться, либо что? Ну, как бы вариантов, казалось бы, нет. И здесь, безусловно, когда происходит такая ситуация, то внутри нас, ну, такая обидушка, скажем так, обидушка затаилась где-то в глубине, да, в глубине души. И мы умом-то всё понимаем, ну, как бы, да, ну, такая ситуация, да, ну, чё обижаться, ну, вот такие вот, ну, так случилось. Но не всегда так получается, то есть вот эта вот обида, наступает вечер, как обычно, да, у нас днём мы ещё что-то там нормально проснулись, хорошо позавтракали, но вот наступает вечер, мы начинаем всё жрать, заедая вот этот самый стресс, да, который мы получаем. И здесь что получается? Здесь получается такая борьба, то есть вы боретесь, например, со свекровью, ну, то есть внутри себя боретесь, да, не в прямом смысле вы с ней боретесь, а внутри себя вы с ней боретесь. И вот эта вечная борьба – это стресс для организма. И если мы даже сейчас перейдём на физиологию, то стресс – это всегда набор веса, потому что во время стресса вырабатывается гормон стресса кортизол, да, а когда у нас повышается гормон стресса кортизол, у нас повышается другой гормон, инсулин. Это гормон роста, когда как раз-таки растёт наша жировая ткань. Ну, не гормон роста, я бы даже сказала, инсулин, который снижает уровень сахара, при высоком инсулине очень сложно похудеть. То есть вот такая вот система. То есть здесь, в принципе, даже всё можно свести к физиологии. И вот этот вот вяло текущий стресс, вот эта вот вечная борьба со свекровью, это тоже как такая защита от вот этого негатива, понимаете? То есть здесь со стороны физиологии поднимается кортизол, и такая защита вот от этих вот негативных эмоций. И можно бесконечно бороться, вы всё равно в этой борьбе не выиграете. Если вы понимаете, что есть какая-то ситуация в вашей жизни, где вы просто ну не можете бороться уже, вы не можете побороться, вы год боретесь, два боретесь, ну ничего не происходит. При этом вы-то не худеете в этой борьбе, вы никак не выигрываете. То что здесь надо сделать? Нужно просто принять. И не принять это просто «я тебя принимаю, я теперь такая хорошая девочка, всё, всех принимаю». Нет. А именно на уровне души понять, принять, что мне он муж, этот мужчина, ей он сын. То есть определённые психологические проработки происходят, и когда вы это принимаете, вы перестаёте бороться. У вас высвобождается та самая энергия, которую вы можете направить на себя. Если вы не можете побороться, займитесь чем-то для себя. То есть когда у вас высвобождается энергия, вы можете пойти на массаж, вы можете, не знаю, записаться на танцы, потому что вы уже не чувствуете вот эту вот обиду, которая сидит внутри вас. Понимаете? Или другая ситуация, когда вот я говорила, да, про мужа, например, он вас так немножко подбешивает, вы на него обижаетесь, и вот наступает вечер, и вы начинаете жрать. Вот вы едите, 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 и вам так тяжело, и вот наступил вечер, вы ложитесь с мужем в кровать, и такие, не, давай только, дорогой, не сегодня, мне что-то так тяжело, что-то как-то я себя не очень хорошо чувствую. Что это? Вы просто не хотите сексуальных отношений. Для вас лишний вес в том числе – это защита. Вы не хотите, чтобы вы до вас дотрагивались. Вам это, возможно, неприятно. Вы не хотите сейчас с ним общаться. Понимаете? И лишний вес здесь как вот такая вот, как оборона, как защита. Меня не трогайте, я некрасивая, у меня тут лишние килограммы, ко мне не подходите, а ещё у меня я тут что-то это, не знаю, что-то съел не то, то ли отравилась, и голова у меня болит. И вот это вот всё. Понимаете? То есть вот здесь вот на уровне сознания вы, конечно, всё это можете осознанно контролировать, сказать, ну нет, нафиг, это точно не про меня. Но только подумайте, вот только подумайте, и если есть какая-то вот у вас такое вот, что вам это близко, вам это откликается, возможно, что это будет и про вас в том числе. Так, тут кто-то отправил запрос, я думаю, что случайно, да, наверное, нажали. Хотя, почему бы и нет, можем с вами поработать прямо в прямом эфире, если у кого-то есть запрос. Так, так, так. Какие ещё бывают проблемы? Очень частая проблема, это очень часто, причём, знаете, вот, девчонки, для вас, если у вас есть 2, 3, 4, 5 килограммов лишнего веса, либо если у вас вес, например, там, килограмм 65, ну, там, при росте, там, 168-170, но вам кажется, что это жутко, как много, просто огромное количество, и вы хотите его сбросить, а вот здесь проблема лишнего веса кроется к вашей самооценке, как раз-таки, да. То есть, вот, проблема с самооценкой – это ещё одна из причин лишнего веса и переедания. Сейчас тоже расскажу на примере несколько случаев. Вот буквально сегодня у меня была с девушкой диагностическая консультация, на которой мы как раз-таки разбирали. Вот у неё вес 65 килограмм, при росте 168. В целом, да, она хотела бы скинуть несколько килограммов, но что мы ещё обнаружили? Помимо того, что у неё там, ну, по сути, лишний вес не особо большой, его можно сбросить без проблем. Но с чём мы столкнулись? Она уже длительное время работает с нутрициологом, да, то есть по той методике, по которой я раньше очень долго работала. Ей нутрициолог составил грамотный, там, рацион питания, дал ей какие-то добавки, а она говорит, а я вообще, ну, я их не пью, я вот просто не пью, я ем, как хочу, я не пью никакие витамины, никакие добавки, я не знаю, почему я так не делаю, вот просто, ну, не знаю. И когда мы с ней стали говорить, я говорю, а когда ты весила, например, вот 58 килограмм, да, вот столько, сколько ты сейчас весишь? Она говорит, ну, вот это было тогда-то, ну, и тогда я была недовольна собой. И у меня была булимия, и я была недовольна и 58 килограммами, и 55 у меня была недовольна собой, то есть понимаете, с чем здесь проблема? И ещё такой момент, она мне сегодня тоже рассказала об этом, она говорит, что очень часто, когда мне говорят, ой, у тебя такая попа красивая, да, ну, что девушка скажет обычно, да, вот если у неё всё в порядке, она скажет, да, у меня такая попа красивая, а у неё это вызывало дикий стресс, то есть она прям расстраивалась, как это кто-то сказал про её попу, значит, у меня попа толстая, значит, что-то не так с моей попой, понимаете? Хотя там, ну, 65 килограмм, ну, не может быть там такая попа, чтобы она прям бесила тебя настолько, да, то есть у девушки полностью вот, ну, самооценки нету, она себя вот этой вот едой, знаете, как будто наказывает, вот такое ощущение, что она себя этой едой наказывает, какими-то булочками вот вечерними, какими-то невкусностями, да, и здесь две стратегии работы. Первое – это, ну, во-первых, поработать с самооценкой, принять себя, и тогда эти 3 килограмма, 4, даже 5, они уйдут вообще незаметно, здесь вообще проблема не в весе, абсолютно не в весе, и они вообще постепенно-постепенно уйдут, либо принять это, да, и работать просто над самооценкой, либо, опять-таки, работая над самооценкой, но уже осознанно подходить, а что я ем, а что я заедаю, то есть, ну, плюс мы там с ней ещё выяснили про самооценку у нас, кто про вот это внутреннее состояние от родителей, и я во время диагностики сразу почувствовала, что здесь, ну, такое есть что-то с родителями, оказалось, что у девушки с раннего детства просто не было родителей, она недополучила этой любви, и сейчас эту любовь получает от еды, но там была длинная такая история, я уже не буду в подробности вам рассказывать, там и она и отца своего запихала в мужа, то есть там прям грести, не разгрести такая история, но вот у неё даже, по сути, и лишнего веса, как особого нету, да, но вот она хочет их снизить, она всё равно недовольна собой, и если эта девушка сядет на какую-то жёсткую диету, она может как раз-таки уйти в какую-то и булимию в том числе, неудивительно, и даже когда она будет весить 55 килограмм, её не устроит свой вес, и это вечная борьба, это вечная борьба со своим весом, это вечная борьба с собой, то есть понимаете, насколько это, ну, вообще серьёзно. Или была у меня ещё одна такая история, когда у девушки было вообще 3 килограмма лишнего веса, но они так её коробили, то есть она мне прям даже говорила о том, что, ну, мне неприятно, например, я покупаю какое-то красивое кружевное боди, я одеваю, и вот тут у меня что-то подвисает, или я там купальник одела, а у меня как будто вот живот висит, 3 килограмма лишнего веса. Я тогда её спросила, ну, что ещё помимо веса? Она говорит, вот я сладкое жру, на ночь особенно. Я говорю, а почему ты сладкое ешь? Как ты сама думаешь? Она говорит, ну, вот я целый день работаю, целый день прям работаю, 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 и к вечеру я настолько сильно устаю, что единственное, чем я могу себя порадовать, это, ну, сожрать какой-нибудь чизкейк на ночь. Ну, просто вот он есть в холодильнике, взяла, съела, и мне хоть как-то полегче становится. Я тогда у неё спросила, говорю, а почему ты не делегируешь часть своей работы, она говорит, ну, я понимаю, что нужно делегировать, но вот... Бой небольшой у меня произошёл. Вот, она мне сказала, я не могу делегировать часть своей работы, потому что я думаю, что другой человек сделает это неправильно. То есть только я могу сделать правильно свою работу, а другой сделает неправильно. Плюс в процессе разговора с ней она очень часто говорила, что я делаю всё правильно. Я вот, например, там и чекап сдаю, и анализы все сдаю, да, и витамины я пью. У меня правильный завтрак, правильный обед, правильный ужин. И когда я с ней общалась, я поняла, что уж очень много у неё вот это вот правильно, правильно, хорошо. И для неё делегировать — это значит, что? Хорошо, если я делегирую, если за меня может сделать другой человек что-то, то зачем тогда здесь я? Это то, что вот мы с ней раскопали. Зачем тогда я нужна? Если я, ну, если кто-то другой за меня что-то будет делать, а я тогда где? Меня нет. Понимаете, здесь страх прям, ну, здесь реально, если вот копать в эту тему глубже, это реально страх смерти. Если меня нет, ну, как бы всё, значит, где я? Значит, всё, меня нет, я умерла. И другая история, что когда-то в детстве этой девочке кто-то сказал, слушай, Вера, ну, Вера — это просто так чисто условно, Люба, Вера, неважно. Ты вот хорошая, да, ну, вот посмотри на Танечку. Вот Таня, видишь, как стишки поёт? Таня, видишь, как хорошо рассказывает? А ты вот не такая. И когда нас в детстве с кем-то сравнивают, кому-то вообще насрать. Там сравнили, ай-гей-гей, там я не такая. А кто-то действительно, вот, как, знаете, я вначале говорила, в капсулу эти переживания поместил. И сейчас постоянно борется с какой-то там вымышленной Верочкой, Любочкой, Танечкой, чтобы быть лучше. То есть вот это как раз-таки не та самая внутренняя самооценка, а сравнение себя с кем-то другим. Я не такая, я неправильная. И у неё как раз-таки эти лишние 3 килограмма, когда мы с ней раскапывали, а зачем тебе вообще снижать вот эти 3 килограмма? Они тебе что, по году сделают? Что изменится в твоей жизни? И она сказала, тогда мне кажется, что я буду правильной. Понимаете? И здесь опять-таки, да, возвращаясь к нашей проблеме, это проблема самооценки, здесь тоже есть два варианта. Но первый — это всегда взрастить самооценку, понять, что я ценная по праву своего рождения. Это, кстати, то, что я долго очень прорабатывала в себе, потому что у меня тоже такое было. Да, то есть взрастить я ценная по праву своего рождения. И тогда либо эти 3 килограмма, они просто уйдут, если они, ну, реально там лишние, да, либо ты просто поймёшь, что ты и так красотка офигенная, что тебе эти 3 килограмма, они по году не сделают. Ты не будешь зажирать там сладеньким после работы что-то, потому что ты сможешь делегировать, потому что ты всё равно будешь ценная, даже после того, как ты делегируешь часть работы. Ты не пропадёшь, ты не умрёшь. Представляете, какие истории? Если есть какие-то вопросы в чат, вы пишите мне их. Постоянно кто-то хочет добавиться в эфир. Надо, пожалуй, какой-то эфир провести так, чтобы это, чтобы вы могли добавиться. И ещё, наверное, четвёртое, это то, что вот я за последние дни обнаружила, да, у своих клиентов. Четвёртая причина, то есть мы с вами вот уже 3 разобрали. Четвёртая причина, неочевидно, да, лишнего веса и переедания, это отрицание своих собственных желаний, каких-то отрицания своих чувств, подавление своих чувств. То есть когда мы что-то чувствуем, но мы блокируем их. Вот как будто бы вот всё, нет этого, я в блок заношу. Причём эти чувства, они могут быть к какому-то человеку, да, там, то есть кому-то они могут быть. И здесь у меня тоже была очень интересная история. Буквально на днях я проводила диагностику с одной клиенткой, которая, знаете, прям вот она села, а мне прям вот хочется спросить, вот что у тебя с родителями, вот прям что у тебя с родителями. У меня прям не бабушки фонят в этот момент, а вот мне очень хотелось поговорить и спросить, а что у тебя с папой, вот что у тебя вообще с мамой. И она мне сказала, с мамой хорошие отношения, а с папой никак. И понимаете, в этот момент у неё прям, я сейчас говорю, у меня прям мурашки, в этот момент у неё прям слёзы из глаз полились, Я говорю, а что случилось? Она говорит, я не могу с ним общаться. Он как вампир энергетический, с ним невозможно разговаривать. Он обижает маму, и вообще с ним очень неприятно общаться. Он такой тяжёлый очень человек. Я прежде чем пойти к ним в гости, к родителям, я прям ходила перед подъездом, подышу как следует, и только после этого я пойду в гости. Ну, я, говорит, вообще не могу. И у неё как раз-таки причина лишнего веса. Вот прям она сразу фонила, вот прям сразу с первых секунд, когда мы с ней начали говорить, вот прям сразу фонила. То есть это защита от негативных эмоций. У неё такой блок в теле был, когда она не принимала своего отца. И здесь знаете, что важно сказать? Вот чтобы вы разграничивали вот эти вот моменты. То есть когда я говорю «принять свекровь», «принять своего отца», «принять свою маму», это не значит, что вы должны соглашаться, любить и вдёсно целовать. Нет. Но быть благодарной и понять, что, ну, да, так и есть, что папа — это лучший муж для мамы, хотя бы на уровне души, да, а мама — лучшая жена для папы. И когда вы перестанете бороться, когда вы перестанете блокировать вот эти вот эмоции, которые сидят у вас, вы их выпустите, у вас реально появится энергия на себя. Пока вы блокируете в себе эти эмоции, то есть вы держите их внутри себя, все ваши чувства, все ваши эмоции. Пока происходит вот такая вот блокировка, то вес вас будет всегда защищать. Он как щит такой между вами и, например, там, вашим папой или между вами и вашим супругом. Неважно, да, какие эмоции вы сдерживаете, кому вы их сдерживаете. И как только происходит вот эта вот разблокировка, как только высвобождается эта энергия, вы же не можете поменять папу, вы не можете поменять маму, особенно если они, например, умерли. Ну, мы не можем их поменять. Мы, в принципе, не имеем права кого-то менять. Но мы можем изменить своё отношение к этой ситуации. Да, то есть мы можем принять его и согласиться с его выбором. Не бороться, а согласиться, что он такой. Это его судьба. Я принимаю твою судьбу. Потому что борьба – это самый, самый такой не очень хороший способ вообще. Никогда в этой борьбе с кем-то вряд ли мы когда-то победим. Вот, сейчас я ещё посмотрю, что я тут хотела вам сказать. Вот, наверное, такие четыре главные причины. Я не знаю, кто был не сначала. Слышали или нет, пересмотрите, если что. Вот я выделила сегодня, да, их, конечно, гораздо больше. Но я выделила сегодня несколько. Это страх перед какими-то различными ситуациями, да, которые у вас случались. Вот, например, в вашем детстве какая-то ситуация случилась, да. Либо там у ваших родителей, у ваших бабушек, возможно, даже прабабушек была какая-то ситуация. И вы это несёте, как какую-то либо родовую программу, либо на подсознательном уровне вы помните вот эту проблему, и вы так её и несёте. Проблема с самооценкой, безусловно, это, наверное, это особенно относится к тем, вот у кого и особого лишнего веса-то нету. Буквально вот 3-5 килограмм. Вот здесь стоит поработать, конечно же, ну, выяснить. Может быть, у вас нет причины, но тем не менее. Когда вот такие маленькие весы, то здесь, скорее всего, проблема с самооценкой. Лишний вес как защита от каких-то негативных чувств, да, как я сказала уже, и чувства и переживаний, которые вы подавляете. И когда вы вот отрицаете какие-то собственные желания, собственные чувства, опять-таки подавляете их. Это вот, наверное, такие 4 причины. На самом деле их, конечно же, гораздо больше, да. Потому что здесь может быть и неумение отказывать другим. Запросто лишний вес может быть даже от неумения отказывать другим, да. То есть у меня лишний вес. Я вот бесхребетная, я никому не могу отказать, а тело-то на чём-то должно держаться. И вот я создаю себе такую большую подушку, на которой моё тело держится. Как вариант. Или причина, отказ, знаете, от своей сексуальности. Тоже, да, как оберег такой. Возможно, когда-то у вас в детстве, юношестве, кто-то там вас, не знаю, там, осудил, сказал, что это как развратница какая-то, оделась, да. И сейчас вы отказываетесь, скрываете свою сексуальность, которая внутри вас сидит, вот под таким вот слоем жировым. Тоже как запросто. Ну и очень часто, конечно, лишний вес – это вот это вот чувство подавления, чувство вины, чувство стыда, которое сидит, чувство вот этой вот никчёмности. Я не такая, я плохая, а кто, если не я? И вот это вот, конечно, очень интересная история. Девчат, если есть какие-то вопросы, в принципе, вот на сегодня я не люблю проводить длинные прямые эфиры, потому что их очень трудно и утомительно смотреть. Если есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Возможно, у вас есть какая-то своя ситуация тоже. Как вам вообще эфир? Понравился, не понравился? Посмотрели, не посмотрели? Сначала, не сначала? Смотрите, можете, кто не смотрел, кто позже подключался, обязательно посмотрите этот эфир сначала. Если узнаете себя или захотите разобрать какую-то свою ситуацию, у меня есть бесплатные диагностики, они пока есть. То есть просто можете написать мне в директ, Надя, хочу на бесплатную диагностику, я задам вам несколько вопросов, да, чтобы понять, смогу ли я вам помочь, да, или не смогу, потому что все ситуации разные, и я не за все ситуации берусь, естественно. Вот, поэтому если хотите, можете записаться на бесплатную диагностику, и там мы с вами уже более подробно разберем именно вашу причину. Причем на диагностике я подсвечиваю, как проблемы, связанные с психологией, да, то есть психологические, те проблемы, о которых мы сегодня с вами говорили, и проблемы, естественно, связанные с физиологией, потому что питание, дефицит и витамины, нутрициолог с тремя дипломами не может отрицать сей факт, что это все влияет на наше переедание и на лишний вес. Вот, ну и обещанный подарок, кто остался со мной до конца, девчонки, напишите мне прямо в директ подарок, я вам вышлю охрененную, крутую методичку по комплексному подходу, то, как это вижу я, то есть это прям реально не отписка, не какая-то там отмазка и какая-то фигня, это реально такая полноценная методичка, которая 100% вам пригодится. Ну что, мы тогда с вами на сегодня... Так, а я люблю... Да, длинные мои эфиры любишь. Ну хорошо, будем, значит, как-нибудь делать еще и длинный эфир. Сегодня, я думаю, не будет у вас все-таки пятница, не знаю, если вы релс не смотрели последний, может, вы, конечно, сидите уже кайфуете с винишком, там, с сушами с какими-нибудь, и тогда можно будет зависнуть и на полтора часа. А так, думаю, пятница, что вас грузить лишним. Вот, ну все, девчонки, я, наверное, если вам интересно, вы прямо пишите в комментарии, может быть, какие-то... У меня очень большой такой уже багаж именно по психологическим причинам лишнего веса и переедания накопилось, потому что, ну, реально это много. Иногда было даже такое, у меня был такой случай, когда девушке... Просто она ела, потому что ей можно. Она говорит, я королева, королеве все можно. Но это уже потом, в следующий раз вам расскажу. Вот. Ну что, всем пока-пока. Спасибо всем, кто был со мной. Я думаю, что я такие эфирчики буду проводить почаще. Может быть, какие-то истории, может быть, даже сделаю опрос, что вам больше интересно, и на какую-то интересующую вас тему тогда проведем эфир. Хорошо? Все, я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное. Мне бы еще понять, как выйти. Спасибо. Спасибо.